Всем привет! Сегодня я бы хотел поговорить о таком немаловажном аспекте деревенской жизни, как заготовка дров. У нас уже по ночам сейчас температура доходит до нуля, поэтому отопительный сезон уже начался, как с неделю, или может быть даже уже две недели мы протапливаем потихоньку печь. А вот зимой придется топить ее намного дольше. И как раз таки сегодня расскажу, какие вообще есть возможности, чтобы заготовить себе дрова в деревне. Причем будем рассматривать деревню как большую деревню, потому что, допустим, на хуторе существенно легче, незаметно, допустим, или тайком, как-то спилить себе несколько деревьев на дрова и, в принципе, выйти сухим из воды. В большой деревне это сделать немного сложнее. Так что давайте сразу. Первая возможность, самая дешевая, но если и за эту возможность платить. Первая возможность это заказать себе целый лесовоз горбыля. У нас лесовоз, в нем огромное количество горбыля, стоит 3000 рублей. По крайней мере, в прошлом году мы купили лесовоз именно за столько, за такую сумму. Пилить его, ну, естественно, приходится самостоятельно, но дрова меня не устраивает, потому что это еловые породы, они сильно коптят и загаживают печь. Потому что мы топили в прошлом году буржуйкой железной, и труба, я уже рассказывал о том, что полностью забивалась буквально-таки за месяц протопки. Но, несмотря на все это, мы уже зиму пережили. За всю зиму мы израсходовали примерно половину этого лесовоза дров. Причем топили мы почти сутками железную печь в доме, и два раза в сутки в сильные морозы я протапливал в перепелятнике. То есть объем дров понятен, что если у вас две печи, вам вполне хватит этого лесовоза на весенний, осенний и зимний период. Как я уже сказал, что у этих дров есть огромный недостаток. Они сильно коптят, они со шкурой, после них очень много мусора. Шкуры также неплохо загаживают печи. Ну и если вам нравится чистить их, допустим, каждый сезон, то вам придется это делать. Но в большинстве случаев многие, кто переезжает, забывают о своих печах на несколько лет, и это чревато нехорошими последствиями. Следующая возможность это заказать, неизвестно как, где эти люди берут дрова, ну может быть и пилят по лицензии, может быть без лицензии, но неважно, это заказать дрова уже готовые. Либо кругляком привезут, либо уже напиленными чураками. Здесь цена, конечно же, повышается в разы, в 3-4 раза дороже, объем просто существенно меньше. Маленькая тележка, я не знаю, по-моему, стоит тысяч 7, наверное, или 6. В ней дров с трудом хватит, чтобы топить одну печку зимой. Так что, чтобы обеспечить себя дровами, нужно как минимум потратить 12 тысяч рублей, чтобы пережить хорошо зиму, топить несколько печей одновременно. Так что, мне кажется, что это тоже не совсем такой рациональный выход. Но, тем не менее, если других способов нет, то приходится пользоваться этим. Ну и последний способ, это, естественно, тайком где-то в лесу нарубить дров, привезти их. Но этот способ чрева своими последствиями, потому что сейчас за это дают огромные штрафы. И если вас выловят, то штраф будет настолько, сколько вам, наверное, хватило бы на покупных дров отапливать несколько лет. Так что никому я не буду рекомендовать этот способ. Ну и все, наверное. В целом, что можно тут еще сказать о дровах, чтобы вы представляли, какие цены, насколько рассчитывать можно. И что заготавливать. Если вы хотите сэкономить, то можете заготавливать горбыль. Ну, его, в принципе, заготавливать не надо. Заказали, вам привезли, распилили, и все. Либо можете покупать уже какие-то готовые. Самый дешевый вариант, это, опять же, заказать, если есть такая возможность, лесовоз длинного кругляка, просто березняка, который длинный. То есть вам самим его придется напилить и расколоть. Это будет самый дешевый вариант. Напилили на чураки, это уже дороже. А если уж колотые, так это вообще заоблачная цена. Так что сегодня мы с вами пойдем заготавливать дрова. Правда, не в большом количестве, а в маленьком. Способом, который не чреват никакими последствиями, потому что пойдем мы их заготавливать на помойку. Там часто очень выбрасывают хорошие древесины. Вот, допустим, большие деревья, которые растут в поселке. Некоторые люди их выбрасывают. Мы уже с вами туда ездили, когда я заготавливал древесину для поделок. Она у меня сейчас лежит. И там еще много-много осталось деревьев, которые можно использовать на дрова. Так что пока их не забрал никто, я хочу сейчас съездить и сам их забрать. Так что для этого нам надо сначала подготовить, наверное, топор, все-таки, чтобы их сразу там раскалывать, и бензопилу. Топор у меня, к сожалению, до сих пор сломан после того случая, когда я разбирал сарай старый. Так что сейчас нам надо будет сделать новое топорище. У меня уже есть одно, я нашел старое. Не я его сделал, ну, видимо, кто-то сделал. Сейчас нам надо насадить на него сам топор металлический. Так что пойдем это сделаем. Ну что, вот у меня есть новое топорище. Естественно, это береза. Ну, оно такое не особо удобное. Сейчас я его немножко подровняю, чтобы мне было удобно его держать, потому что слишком толстовата ручка в некоторых местах. И старый топор мой, отломанный. Сейчас мы его снимем. Рубанком топорище подточим, чтобы четко заходил металлический топор на топорище, и все. И будем его расклинивать. Ну что ж, после того, как все подточено до нужного размера, нам необходимо здесь сделать три торцевых пропила. Сейчас я их пропилю, циркулярка неглубоких, и все покажу. Вот что получилось. Ну все, клини забил. Один металлический от старого топора. И два из вяза сделал. Ой, не два, а четыре маленьких клина из вяза. И наточил немного топор. Ну что, все. Заправляем бензопилу и поехали. Ну что, все. Приехали. Вот, как видите, на нашу любимую помойку. Точнее, не на нашу любимую, но... Здесь кто-то выбросил отличные древесины. Вон она какая жирненькая. И так, тут куча мелких еще есть стуков. Так что дров здесь можно, в принципе, заготовить нормально. Ну и давайте пилить. Такое колоть не хочется, Саша. Смотри, какой красивый. Какой спил красивый. Что цвать? Это палата сегодня нынче. Да? Может, потоньше взять какие? Не стал точить. Ой, точеную не поставил. Не, ну можно и потоньше. Это такое, серьезное. На нем пока колоть будем. О-о-о! О-о-о! Шалка! Почему шалка? Да, нормально. Ровно нынче. Все как-то в корифишку. Ты хочешь попробовать уже расколоть? Да, только оно сукастое такое. Надо же, наверное, сиденье откинуть будет или нет? Потом, да. Придется искать где-то другой топор, потому что после первого удара ручка переломилась. Видимо, не особо удачная береза попалась, из которой эта ручка была сделана. Так что сейчас поедем, поищем где-нибудь другой. Что такое? Сегодня получилось достать колун. Посмотрим сейчас. Правда, он точно такой же, как мой топор. В любую минуту может слететь. Почему? Да, линии все рассохли. Его замачивать надо, видишь? И все это, и то, и другое. И тот, наверное, как мы с тобой решили, тоже надо было замочить предварительно, прежде чем пользоваться. Потому что... Хочется бы скорее. Ручка совсем была сухая. Видимо, она не один год сохла. Ух ты, так смешно. Да. Делаешь? Вот, раскололся, слава богу. Саша, ты не энергоэффективно используешь свои ресурсы. А как колуном еще? Колуном по-другому никак. Он же тупой. Он, видишь, сразу широкий. Он именно колет. Ты такой размах берешь, что уж прям... Ого. Кора. Ну я же не профессиональный кольщик. Ты давно не колол. Наверное, с юношества. Да? Наверное. Ноги надо так и расставлять, да? Чтобы по ноге сели не попали. Все молчу. Прадед, за что ты смеешься? Прадед-то у меня, наверное, дрова колол, когда я себе топор в ногу воскнул. Что-то я не хочу. Думаешь? Да. Потому что самое главное, чтобы что, Саш? Результат. Нет. Чтобы в доме было тепло. Потому что у нас с тех пор, как Саша построил печь, самое главное, чтобы в доме было тепло. Поэтому добытчик добывает дрова. Ну, ничего, как умею колю. Хорошо колешь. Для первого, после долгого перерыва раза. По-другому никак? Луном надо. Будет самое весёлое путешествие осени. Его теперь не вытащить. Так вот расколем. Наверное. А может и не расколем. Совсем не хочется. Саша, это ж весело. Да ничего смешного-то нет. Просто бревной гнилой и топор утонул. Ломаным топором будем доставать. Почти топор вышел. Вот такая вот жизнь деревница. А? Такая вот жизнь деревница. Всё? Да. Тухлая древесина. Её не будем колоть. Из неё можно сделать вазочку. Какую? Такую же тухлую. Вот так. Сколько инструментов. Топоры и колуны. И даже молоточек зачем-то тут. И всё-то это только чтобы... Профессионально дрова наколоть. Чтобы наколоть. Может лучше горбы будем заказываться. Не. Я шучу, конечно. Да берёзы, видишь, вся сукатая какая-то. Всё-то, не слава богу. Всё виноваты берёзы. Такие берёзы, наверное, не привозят. Не знаю. Причём привозят. Потоньше бывают. Ну да, такие толстые-то нет. Там тонкие берёзы, не такие, если привозят. Тонкие проще. Ольху вообще, наверное, как спички. Ольху-то попроще, конечно. Что ж ты, сука-тая такая? Привет. Привет. Ничего себе. Ольшина попалась откуда-то. Где? А, это осина. Осина? Тем более. Ольшина, осина, я не знаю. Да. Такие колоть попроще, наверное. О, шикарно. Пользуйся. У нас ещё есть же наш участок. Да. Так что надо обязательно будет потом туда съездить. На ревизию. Да, все же спрашивают, что мы делаем с участком. Ничего. Мы ничего с участком не делаем, потому что нет времени. Растим лес пока, дрова растим. Нет, ну, может быть, там есть уже такие берёзы, которые и подошли бы на небольшие такие дровишки. Потому что там в основном вот такие спали с толщиной, они на какие дрова-то не пойдут. А вот, может быть, одинокие какие-нибудь и попадаются. Там, я помню, ближе к лесу, к большому, толще деревьев. Помнишь, когда мы зимой ходили вокруг? Ну, сходим туда, потом сходим. Ага. Я есть хочу. Я луковку забыла. Что же за беда-то такая? Вчера ягодку забыла. Сегодня луковку. Ничего. Что значит ничего, Саша? Ну, без лука. Вот так вот. А что, у нас же там картофан-то? Какой? А-а-а! Как будто дождь идёт. Такой шелест. Что там? Клин. Небольшой. Ай, куда? Всё. Убился? Ага. О, даже не светило. Слушай, там таких дровишек много. Да. Ну, плохо там. О, да. Компетит. Ну, всё. Моей супер-дровосековой методикой. Всё мы спилили и скололи. Сейчас надо опять кормить этих животных. Поэтому на сегодня хватит. Ну, наверное, аж на целую неделю всё хоть на накололи. Вот, какой хороший автомобиль. Ага. Это в него влазит. И дрова, и мусор. И мы, главное, что влазим. И комбикорм. Комбикорм. Да. Так что, очень полезно, что мы не купили седан какой-нибудь. Так бы, не знаю, как бы. С прицепом только есть. Надо к этой машине прицеп. Это было бы хорошо. Чтобы раз кучу загрузил, и всё. Чего надо? Песка. Самое главное песка, глины, мха. И дров. И дров. Да. Чтобы что в доме было тепло. Тепло, да. Тепло. Да, Саша. Ну, а что? Та зима... Та зима нас, по-моему, совсем подкосила, да. У нас это буржу пить. Ну, выработался комплекс мерзлоты вечной. Чтобы было тепло нам. Зачем тебе лопата, Саша? Лопата? Ну, мы же планировали костёр жечь. Да. Закопать его. Вот дров накололи, и костёр из всех дров. Ага. Нет. Мы поедим. Ага. Наверное. Если дождь не начнётся. Да давай не поедем домой, а сразу поедим. Сало пожарим. Хлеб же есть? Есть. Вот. Здесь, что ли, прям, Саша? Нет, уйдём в лес туда, тут же лес рядом. А животных кормить? Ну, потерпят 40 минут. Надо приготовиться. Всё, загрузили. Ого. На дровах. Сейчас поедем, сейчас подожжём и поедем. Ага. Турбо машина, турбоавтомобиль. Ну вот. После дров хотели немножко сходить на пикник. И не успели, дождь начался. Так что... Пока яйца развозили. Да. Заказы перепелиные. Только какие яйца там развозили. Вот. Так что придётся съесть сало так. Прямо в машине. Не жареное. Да, в машине. А я так не хотела. Ну, ничего. Ага. Так что ладно, всё, мы будем есть. А на этом ролик заканчивается. Так что всё, пока-пока. Пока. Пока. Субтитры подогнал.